Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы приветствуем всех вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа на этом онлайн-богослужении Церкви Адвитистов 7 дня в Молдове. Вы знаете, что это великое благословение, когда мы можем вместе узнавать и исследовать Слово Божье. Возможно, не все могут быть в домах молитвы, и поэтому посредством онлайн-богослужения мы можем вместе участвовать в торжественном поклонении, в исследовании Писания. Вы знаете, в самом начале я хотел бы помолиться с вами, помолиться о вас, Господу, о том, чтобы Господь благословил нас сегодня в исследовании Слова Его. Дорогой наш Господь, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе сегодня и желаем, чтобы Ты был с нами, чтобы Слово Твое светило и чтобы свет его отражался от нас, Господи, другим людям. Благослови нас в познании Слова Твоего. Аминь. Сегодня я хотел бы поговорить вместе с вами, дорогие мои, об одной очень важной, как мне кажется, интересной теме. В жизни человека, когда он проживает жизнь на земле, он испытывает разные чувства. Это радости, различные переживания, иногда даже боль. И вот сегодня я хотел бы поговорить о боли с точки зрения Священного Писания, а именно о боли, о которой пишет сам апостол Павел. Вы знаете, что сегодня, глядя, например, в какие-то рекламные буклеты, возможно, когда мы смотрим на вывески аптек, да, или, может быть, клиник, а может быть, мы смотрим посредством телевидения рекламу, которая нам говорит, тебе больно, вот тебе средство, и ты можешь избавиться от этой боли. Вы знаете, вроде бы все хорошо, но ты понимаешь, что как будто это что-то временное. А с другой стороны, наше желание ведь избавиться от боли. Иногда мы страдаем, и эти страдания до конца нам могут быть непонятны, и тем не менее это происходит в нашей жизни. Апостол Павел описывает свою боль. И эта боль описана во втором послании апостола Павла в Каримскую церковь, в 12 главе. Я прочитаю с 7 по 9 тексты в самом начале. Приглашаю вас читать вместе со мной, я буду читать в современном русском переводе. Чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мной откровений, дана мне вплоть мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня. Трижды Господа я просил, чтобы избавил меня от всего. Но ответом мне было, довольна тебе благодати моей, ибо сила моя в полноте своей проявляется в тех, кто немощь свою осознал. Потому я и буду охотнее всего хвалиться своими немощами, чтобы сила Христова пребывала во мне. Вы знаете, знаменитые для нас слова «Довольно для тебя, благодати моей». Мы знаем их из Священного Писания, звучат они именно так в синодальном переводе Библии на русский язык. И вроде бы все хорошо, но мы понимаем, что апостол Павел в этом отрывке описывает свою боль. И по сей день мы не знаем, о какой боли все-таки пишет апостол Павел. Что же его беспокоило? Вы можете написать свои мысли в комментариях, это будет также интересно прочитать. С другой стороны, исследователи Библии приходят к определенным мнениям, какая же все-таки могла быть боль апостола Павла. Первое, на что обращают внимание исследователи Священного Писания, это то, что Павел мог страдать одной из форм малярии, собственно, которая вызывала сильные головные боли. Возможно, все-таки в тот период мы знаем, что люди много болели, практически не лечились, потому что не знали от чего, не знали как. И это действительно ввиду жизни, непростой жизни самого апостола Павла вполне могло быть, хотя трудно сказать до конца точно ли это. Другая боль, которая описывается Павлом, это боль, возможно, по причине эпилепсии. И сегодня мы так можем назвать эту болезнь, боль на основании, скажем так, рассказов Павла о его обращении слепоте. То есть сегодня можно сделать такой вывод, хотя тоже достаточно спорный. Тем не менее, это есть такая мысль, хотя, конечно же, в Священном Писании мало, в принципе, сказано, о какой именно боли говорит апостол Павел. Третье — это болезненное заболевание глаз. Мы помним это, особенно это связано также с обращением апостола Павла, когда Бог приглашает Павла служить ему, посылает на него слепоту, и впоследствии апостол Павел исцеляется Богом через священника. Тем не менее, возможно, что вот эта боль, о которой говорит Павел, она была до конца жизни с ним. И мы понимаем, что, наверное, исцеление глаз, которое Бог совершил, возможно, что все равно последствия глазной болезни при нем оставались. И, конечно, четвертая — боль тоже достаточно явно может проследиться, как бы. Это вообще, скажем так, боль тела, потому что апостол Павел переживал большие гонения и страдания за Христа. И эту боль он испытывал. И для него было достаточно, конечно, тяжело. Мы знаем из описаний книги «Деяния апостолов», описаний посланий Павла. Мы особенно встречаем, когда Павел подвергается гонениям, он избиваем камнями, ему приходится скрываться, он переживает жизнь, находясь в тюрьме. Это все сказывается на здоровье. И мы понимаем, что боль, она просто, вот как он описывает, написано в современном переводе, «мучительная заноза». Вы знаете, вспоминая текст синодальный русский перевод, мы помним о том, что там написано «жало в плоть». Очень интересное такое выражение также, но дальше там продолжает, как бы, чтобы ангел сатаны удручал меня, да, то есть, чтобы сатана удручал меня. Вы знаете, есть греческое слово, которое означает вот это самое жало. И переводится оно, и точнее звучит на греческом языке, на котором была написана эта книга, эта глава в том числе, это «скопос». Но вот очень интересно, что оно может переводиться и как жало, но при этом еще и как рыболовный крючок. Может быть, кто рыбак, вы поймете меня больше, но все понимают, что это вот рыболовный крючок, когда задевает, или, может быть, мы прокалываем часть тела себе рыболовным крючком. Это очень мучительная боль, и мы понимаем, что это очень тяжелая боль, и так достаточно, может быть, только кончика, чтобы почувствовать, как эта игла пронзает тебя. Вот так описывает апостол Павел свои боли, то есть они касались его сердца, они касались его тела. Они мучили его физически, они мучили его эмоционально, эти боли. И мы понимаем, что апостол Павел показывает, что это его беспокоит. Вы знаете, апостол Павел, подчеркивая в тексте, показывает, что это боль, контролируемая Богом. Он признает, что Бог является тем, кто ведет его жизнь, и он как бы приводит, скажем так, такую аллюзию, можно прослеживать ее прежде всего на книгу Иова, когда описывается, как Бог контролирует процесс испытаний для Иова, которую, собственно, ведет сам Сатана. Здесь он описывает подобное, что Бог контролирует испытания, которые посылает Сатана на самого апостола Павла. Вы знаете, при этом он, апостол Павел, очень четко описывает, в связи с чем происходят эти испытания. Самое большое чудо для нас увидеть, почему в нашей жизни это происходит. Не всем это дано, но читая 12 главу и 7 текст мы читаем, «Чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мной откровений». В начале 12 главы, читая чуть-чуть выше, пожалуйста, перечитайте сегодня 12 главу 2 послания в Коринф. Это будет благословением для вас, верю. Всю главу можно перечитать. Апостол Павел описывает, что он получает откровение от Бога. И как бы вроде бы говорит о таком понятии, как хвалиться. С другой стороны, он понимает, что хвалиться нужно только Богом. И как бы он перестает хвалиться собою, хотя, может быть, и не начинает. Но описывая этот отрывок седьмого текста, он показывает, что Бог дает ему эти испытания, чтобы он не превозносился полученных откровений от Бога. В результате полученных откровений от Бога. То есть мы видим, что при всем своем служении, при всем своем богатстве духовной жизни, богатстве молитвенной жизни, успеха в служении, апостол Павел понимает одну такую вещь. Он является человеком, который Бог использует, и довольно-таки успешно, это правда. Но при этом все равно нужно помнить, что апостол Павел является человеком. И апостол Павел понимает, что его сердце может превозноситься, что он ждет похвалу, что он обратил сотни человек, что он проповедовал тысячам людям, что он проповедовал кесарю. Апостол Павел понимает, что его сердце требует хвалы в его сторону. И Бог знает это тоже. И таким образом он помогает апостолу Павлу этими испытаниями держать его и напоминать. Ты можешь быть успешным пастором, ты можешь быть успешным пресвитером, ты можешь отличным быть учителем субботней школы, проводить евангельские проекты, быть классным руководителем молодежи. Но при этом ты должен помнить самое главное. Это не твоя заслуга. Это я действую через тебя. Никто не достоин хвалы только как наш Господь. В том числе апостол Павел показывает это на своем примере. Мы должны об этом помнить, что в данном случае Бог является творцом и подателем всего. Да, в то же самое время мы понимаем, что сатана посредством своих испытаний пытается нас свернуть с пути, где-то признать, что действительно я молодец. С другой стороны, мы помним подобную историю в жизни Иова. Когда все вокруг говорили одно, а жена в итоге сказала страшные вещи. Но Иов был верен. Говорил, разве я могу благодарить Бога только за хорошее, за худое не буду, за плохое я не буду благодарить. Нет, ни в коем случае. В том-то и дело, что Бог показывает, что различными путями, может быть, мы даже не знаем, какими путями, может быть, эти пути для нас закрыты, но Бог знает лучше, пути Господни неисповедимы. Бог наставляет нас и открывает путь для еще большего благовестия. В конце концов, мы читаем и понимаем, что апостол Павел пишет, что уже хвалюсь своими немощами. Вы понимаете? Апостол Павел понимает, что ему нечем хвалиться только как немощами, которые способствуют действовать Богу в его жизни. Останавливается ли Павел на достигнутом? Вы знаете, нет. Это самое интересное. Апостол Павел описывает, что он трижды молился Богу. Мы прочитали это с вами. Вы знаете, вспоминается пример, также Иисус Христос трижды молился в Гефсимании, чтобы чаша сия миновала его. Апостол Павел показывает, что посредством вот этой троекратной, да, такой молитвы, он показывает, что его это беспокоило. И он хотел от этого избавиться. Помимо того, что он молится, обращает это все Богу, адресует свои переживания, свои проблемы, свои страдания Богу, надо понимать, что апостол Павел путешествовал редко один. И одним из его таких спутников по путешествиям был никто иной, как Лука. Мы помним, что Лука написал Евангелие. Мы помним, что Лука при этом еще и врач. Я просто уверен, что апостол Павел пользовался услугами своего дорогого друга и спутника по путешествиям Луки, чтобы врачевать, да, то есть чтобы, ну, как-то облегчать свои страдания, свои боли. При этом он использует и лекарства, он использует и молитву, и, конечно же, принимает все, как оно есть. Мы помним, что апостол Павел как бы принимает эту боль, потому что он получает ответ. Ответ, который, может быть, ты не ждешь. Ответ, который ты, наверное, в случае болезни никогда не хочешь услышать. Но ответ очень четкий. «Довольно тебе благодати моей», — говорит Господь. «Ибо сила моя в полноте своей проявляется в тех, кто немощь свою осознал». Вы понимаете, что самое интересное? Сила проявится тогда, когда ты поймешь свою зависимость от Бога. Вот это самое важное, на что я хотел бы обратить сегодня внимание. В нашей жизни случаются различные ситуации. Мы подпадаем в различные, мы проходим различные жизненные опыты. Мы имеем множество как положительного, так и негативного в своей жизни. Но мы должны очень четко понимать, что когда мы осознаем свою немощь, физическую, духовную, тогда Бог начинает действовать обильно в нашей жизни. Мы подчиняем свою жизнь Богу. И это самое прекрасное. Вы знаете, апостол Павел уже понимает и принимает, что Господь и так милостив к нему. «И действуй так, как ты действуешь сегодня. Пути мои тебе может быть до конца неизвестны, но помни, что оно приведет ко благу. Оно приведет к самому важному — это к спасению». Вы знаете, может быть, поэтому в первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел уже пишет другие слова. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Апостол Павел принимает все уже как данность. Да, наверное, тяжело. Да, больно. И вот эта мучительная заноза, она причиняет ему страдания. При этом он описывает в 10 тексте 12 главы 1 послания в Каринскую церковь. Он пишет, «Вот и радуюсь ныне я немощем, унижением, нужде, гонением и притеснением ради Христа переносимым, ибо когда я немощен, тогда и силен». Дорогие мои, Иисус пришел помочь пережить боль, которую мы испытываем. Он пришел помочь преодолеть боль, которую мы испытываем сегодня. Мы можем сегодня иметь большое благословение через врачей, через целительную руку Божью. При этом помните, что какой бы исход ни был, Господь очень любит вас и говорит сегодня вам, «Довольно для меня, довольно для тебя благодати моей». Ибо когда ты немощь свою осознал, тогда сила моя будет в тебе велика. Вы знаете, пути Господни неисповедимы, и этот пример, эти слова очень хорошо отражены в истории XVI века. Как вы помните из истории, что в этот период зарождается печатный станок, да, создается печатный станок, зарождается такое действие протестантизма, Библия проходит все в большие дома, и она наполняет дома. И вот существовал уже первый перевод Нового Завета на английский язык, это перевод Тиндейла, это в Англии. И в 1526 году епископ Лондона издает указ о том, чтобы все переводы Тиндейла, все издания были, скажем так, ну, они были изъяты, а тот, кто не изъял их, то есть тот, кто не отдал их, у кого будут найдены, тот должен будет отлучен быть от церкви. Это страшные вещи, протестантизм заражается для человека, церковь, и отлучение, это анафема, это буквально смерть, и люди переживают. И при этом нужно понимать, что время распространения священного писания в каждый дом, потому что Библия была тогда только на латинском языке, и только у священников, и поэтому то, что Библия появлялась у людей, это было большущее благословение для людей, конечно же, для семей. И вот английский торговец Пакингтон принимает решение, заметьте, продать Библии епископу. Это очень важно подметить. При этом продаются Библии для сожжения. И вы знаете, множество людей, ну как же так, что это за путь, Господи, молятся Богу о том, ну как же так, продаются Библии для сожжения. Ну, знаете, Пакингтон, продав Библии, не подарив их просто, не отдав их для сожжения, а продает их, и все вырученные деньги он передает Тиндейлу для печати новых изданий Нового Завета. Таким образом, Божья весть распространяется еще в большем объеме, и мы понимаем, что Бог ведет человека. Вы знаете, этот пример показывает, что пути Господни не наши пути. Наши мысли не Божьи мысли. Отдайте свою жизнь Богу, посвятите Ему свою жизнь в служении, в поклонении, в верности, и вы увидите. Даже если вы столкнетесь с испытаниями, Бог будет милостив к вам, и радость Его да пребудет с каждым из вас. И пусть Господь благословит вас обильно в том, чтобы боль, которую мы испытываем сегодня, а иногда мы ее очень испытываем, чтобы она не помешала самому главному, обрести спасение в Боге. Да благословит Господь вас в этот день субботний и на всю неделю, чтобы каждый из вас молился сегодня со мною о том, чтобы Бог был к нему как можно ближе, и о том, чтобы мы лично были как можно ближе к Богу, несмотря ни на что. Я приглашаю вас склониться сейчас в места, где вы находитесь, преклонить свои колени, склонить головы, подняться с места, где вы сидите, и молиться Господу о Его милости к нам. Дорогой Бог, во имя Иисуса Христа сегодня мы обращаемся к Тебе и знаем, что Ты слышишь нас, Отче. Знаем, что Ты доверяешь нам и желаешь, чтобы мы служили Тебе верно. Ты сказал апостолу Павлу и говоришь нам, «Довольно для Тебя благодати моей, Отче. Кому-то предстоит пережить страдания за Тебя, кто-то будет просто страдать, но, Господи, мы знаем, что пути Твои лучшие пути. Благослови народ Твой, пусть и страдающий, но верный Тебе, Господи, и знающий, как Ты исцеляешь, как Ты благословляешь, как Ты любишь. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok